МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшие 20 минут расскажем о самых важных событиях города и региона. В эфире новости Тольятти. Здравствуйте, студия Наталья Лопатина. И вот о чем расскажем сегодня. Поезд с жителями Курской области прибыл в Самару. Людей разместили в пунктах временного размещения Сызрани, Республики Татарстан и Оренбургской области. Наберитесь терпения, вторая очередь набережной закрыта для прогулок. Думаю, относительно того, как бы вот ту часть, которая фактически уже готова, все-таки запустить в эксплуатацию для посвящения людей. С выходом на работу автоваз запустил производство после единого корпоративного отпуска. Фестиваль молодости, энергии, лета и творчества в Тольятти прошел Гидростройфест. Событие, которое объединило музыкальные коллективы, сольных исполнителей, художников и фотографов. Мы начинали с маленьких квартирников 6 лет назад в моей квартире, потом переросли в более масштабные мероприятия. Победа в хоккее, неудача в футболе и регбийный турнир среди военных команд. О спортивной жизни региона расскажем в завершении выпуска. 13 образовательных организаций в Самарской области не будут готовы открыть свои двери 1 сентября. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве Самарской области. В учреждениях проходят капремонт. В ряде объектов работы проведены некачественно. Есть угроза отставания по графику. Глава региона Вячеслав Федорищев поручил временно исполняющему обязанности первого вице-губернатора Михаилу Смирнову централизировать управление капитальным строительством на уровне правительства. Организационные и кадровые выводы мы будем делать по факту детального анализа со стороны Минстроя Самарской области. Почему такие допущения были применены, почему такие нарушения серьезные были допущены. В Самару прибыли 57 жителей Курской области. На железнодорожном вокзале их встретили волонтеры и сотрудники МЧС России. Среди прибывших в том числе пожилые маломобильные граждане и три ребенка. Люди направлены в пункты временного размещения Сызрани, Республики Татарстан и Оренбургской области. Продолжаем выпуск. Вторая очередь набережной закрыта для прогулок. В минувшие выходные пользователи социальных сетей выставляли фотографии и видео, где люди прогуливались по территории второй очереди набережной Автозаводского района. При этом ни официального, ни технического открытия не было. К тому же данный отрезок набережной пока не готов принимать гостей, а строительные работы еще идут. Глядя на разбросанный мусор, нежданных гостей здесь было действительно много. Как стало известно, проход на вторую очередь набережной перекрыли. И вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию глава города Николай Ренц. К сожалению, она не открыта. Люди ходят, потому что был момент, когда не оказалось там охраны необходимой, и люди просто проникли на территорию. Этого не должно быть. По-прежнему вторая очередь набережной является строительной территорией. Мы сейчас, планируя окончание строительства набережной, мы думаем относительно того, как бы вот ту часть, которая практически уже готова, все-таки запустить в эксплуатацию для посещения людей, так как было у нас на первую очередь набережной. Но еще по-прежнему идут юридически определенные действия по оформлению набережной. И мы тоже, конечно, хотели бы, чтобы жители получили доступ к этой благоустроенной территории. Но пока, я вам прямо могу сказать, мы сейчас принимаем действия, чтобы там была охрана, и там пока никого не было. О других заметных событиях расскажем в нашем коротком обзоре. Автоваз запустил производство после единого корпоративного отпуска. В течение планового отпуска на Автовазе и его дочерних обществах были проведены работы, связанные с ремонтом и профилактикой оборудования, подготовкой производства новых моделей, улучшением условий труда. В Самарской области стартовало широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание, дети! Дорога в школу». До конца сентября сотрудники госавтоинспекции будут проводить проверки школьных автобусных маршрутов и состояния уличнодорожной сети вблизи учебных учреждений. В первые учебные дни и в течение месяца возле школ будут выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. Также сотрудники госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, где расскажут о безопасном поведении детей рядом с проезжей частью. Православные верующие отметили один из важнейших православных праздников – преображение Господня. В народной традиции этот день получил название «Яблочный спас», поскольку на вторую половину августа приходится пора сбора плодов. По традиции прихожане приносят в храм яблоки, чтобы осветить их в церкви. Хозяйки в этот день варят варенье из яблок, компоты, пекут пироги и угощают лакомствами родственников и соседей. К другим темам. Фестиваль молодости, энергии, лета и творчества. В Тольятти прошел «Гидростройфест». Событие, которое объединило музыкальные коллективы, сольных исполнителей, художников и фотографов. Слушал музыку и приобщался к искусству мой коллега Кирилл Леоненко. Прямо сейчас мы находимся на «Гидростройфесте». Он проходит уже в пятый раз, но этот год для феста стал особенным. Организаторам удалось собрать 25 музыкальных коллективов с разных регионов России. Среди них группа «Комедос» и Екатерина Яшникова. Еще несколько лет назад фестиваль представлял из себя небольшие встречи в компании близкого круга друзей. Квартирники, на которых исполнялись каверы на любимые песни. Со временем концерты становились все масштабнее, и ребята приняли решение. Пора расширяться. Мы начинали с маленьких квартирников 6 лет назад в моей квартире, потом переросли в более масштабные мероприятия в библиотеках, а сейчас уже проводим свои фестивали на берегу Волги. В этом году «Гидростройфест» был не только площадкой для музыкантов, но еще и маркетом, на который каждый из гостей мог найти что-то по душе. У нас представлены косички, у нас представлены дреды, то есть тоже молодежная субкультура. Также у нас представлены изделия местных мастеров, к нам приехали из Тольятти, из Самары. Компания «Россайт» всегда поддерживает молодежные проекты, а «Ротари Тольятти Меркурий» способствует к культурному развитию города. Сегодня любой посетивший это мероприятие, во-первых, духовно обогатится, ведь столько крутой музыки, ну, редко встретишь. Во-вторых, это возможность найти хороших друзей, единомышленников и драйвово, конечно же, провести выходные. Мне очень нравится не столько музыка, которая здесь, сколько люди, которые приходят на мероприятия, ведь те, кто слушают музыку, увлекаются музыкой, это, в первую очередь, люди интеллектуальные, увлеченные, и мне нравится этот огонь в глазах. В этом году зрителями «Гидростройфест» остались 600 человек. Нет никаких сомнений, что с каждым разом их будет только больше. Одним из хедлайнеров фестиваля стала Екатерина Яшникова. Любопытно, что Екатерина – квалифицированный психолог с красным дипломом МГУ. Долгое время работала психологом-педагогом в детском центре развития. Полностью уйти в музыку Екатерина решила совсем недавно. С 16-го года несколько песен завирусились в сети, особенно в Ютубе, и, собственно, это дало мне первый пул зрителей и слушателей в разных городах. Потом я начала ездить по городам, давать туры, и, собственно, таким образом набирать аудиторию. И вот, получается, сейчас я выступаю на очень большом количестве фестивалей. В том числе меня позвали на «Гидрострой». «Гидростройфест» – это место для самовыражения, свободы мысли, встречи с единомышленниками. И, конечно, это разнообразие музыкальных исполнителей и общая атмосфера. Кирилл Леоненко, Евгений Черемин. Новости Тольятти. Победа в хоккее, неудачи в футболе и регбийный турнир среди военных команд. В минувшие выходные болельщики по всей Самарской области следили за выступлениями своих любимых команд. Если хоккеисты дарили только положительные эмоции, то футболисты огорчили преданных поклонников. Мой коллега Иван Шумилин подготовил обзор главных спортивных событий. Начнем наш обзор с хоккея. Тольяттинская «Лада» стала победителем предсезонного турнира Кубок президента Республики Казахстан. В финальном матче подопечные Олега Браташа обыграли хозяев турнира сборную Казахстана со счетом 2-1. В составе «Лада» заброшенными шайбами отличились нападающий Трой Джозефс и защитник Денис Баранцев. Лучшим защитником турнира был признан Арсений Карамыслов, а лучшим нападающим – Трой Джозефс. Оба представляют «Ладу». Следующие матчи на предсезонке тольяттинцы проведут в рамках Кубка губернатора Челябинской области, который пройдет в Челябинске с 27 по 30 августа. Пихин, оставление хорошее, дальше бросок, подправление, где шайба? По-моему, у Мацена нет, а наоборот. Вот так вот ее. Такой настоящий тачдаун. Неудачный сезон для самарских крыльев советов продолжается. В пятом туре чемпионата России по футболу подопечные Игоря Осенькина проиграли в гостях московскому «Динамо» 1-0. Единственный гол на 75-й минуте забил нападающий москвичей Бителло. Благодаря этой победе «Динамо» закрепилось на втором месте в таблице. Крылья советов расположились на 13-м месте. В активе самарцев – три очка. Считаю, что с нашей стороны качественный матч был. Да, мы, наверное, в середине второго тайма допускать у своих ворот стали чуть больше, чем хотелось бы. Но как бы это так было, давление больше, чем моменты. Но и подходов было много в этот момент, вот в районе гола. Не успели мы никак отреагировать, не успели мы никак какие-то изменения внутренние провести. Мы могли завоевать и три очка по накалу, по страстям определенным. Для болельщиков точно хороший, интересный матч. В Самаре прошел четвертый по счету чемпионат вооруженных сил Российской Федерации по Рэгби-7. Победителем стала команда Восточного военного округа. Эти соревнования являются ежегодными и проходят по поручению президента России Владимира Путина. На этот раз за победу боролись семь команд из разных военных округов нашей страны. И это рекорд по количеству участников. По итогам двух дней почетное третье место заняла команда Воздушно-космических сил. А в финальном матче встретились два фаворита – Московский и Восточный военные округа. В итоге победу добыли регбисты Восточного округа. Отметим, что для этой команды кубок стал четвертым подряд. Иван Шумилин, Дмитрий Котельников, Новости Тольятти. Интернет-провайдер «Ладо-Медиа» дарит подарки. Чтобы их получить, нужно стать подписчиком групп «Ладо-Медиа» ВКонтакте и Телеграм. Первый подарок – камера слежения для дома. Ее можно установить внутри квартиры и наблюдать за своими домашними. В ночном режиме камера способна видеть до 15 метров. Реагирует на громкий звук, шум или плач. Легко наклоняется и поворачивается для лучшего обзора. Второй подарок – умная колонка. С ней можно слушать музыку, подкасты и аудиосказки. Благодаря детектору шума быть в курсе того, что происходит дома, можно заводить будильник. Станьте подписчиком групп «Ладо-Медиа» и примите участие в розыгрыше. Быть может, удача улыбнется именно вам. Победителей будет вдвое. Подарки для розыгрыша предоставил телеканал «Тревел плюс Эдвенчи». А теперь о погоде. Спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Шторы Аллегра. Огромный выбор и доступные цены на шторы, карнизы, жалюзи. Весь август бесплатный пошив. Новый магазин «Склад» на автозаводском рынке. Въезд на территорию с улицы Воскресенской. Аллегра. Уют вашего дома. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует... На заводе самый лучший коллективный договор и самая сильная профсоюзная организация. На заводе проводится много спортивных мероприятий, конкурсов и концертов. Ребят, не слушайте никого, кто плохо говорит о заводе. Приходите к нам в семью. Вам понравится, у нас весело и интересно. Всему научим и поможем. Смотрите прямую трансляцию телеканала «Тольятти-24» в нашем телеграм-канале ВКонтакте и на сайте tvtoliaty24.ru. Телеканал «Тольятти-24» – это всегда самое важное и интересное. Новости, репортажи, фильмы и сериалы. В студии работала Наталья Лопатина. До встречи.